Сейчас на ютубе стало модно критиковать блогера даже за то, как он здоровается. Поэтому добрый вечер, добрый день, здравствуйте, привет, как кому нравится и угодно. Главная идея состоит в том, что мы всегда рады вас видеть на канале Very Даже Очень Well. Сегодня мы поговорим о поздних переселенцах. А вы не забывайте подписаться, нажать колокольчик, поставить лайк и оставить свое мнение в комментариях. Вся сегодняшняя аудитория, как я ее для себя разделила, получается, что состоит из трех частей. Первое – это те люди, которые вообще не понимают, кто такие поздние переселенцы, почему они поздние, куда-то опаздывают, что ли, куда они переселяются. В эту категорию до недавней поры попадала и я сама, пока мы не переехали жить в Германию. В силу того, что сначала, когда ты консультируешься с специалистами по вопросу переезда, каждый первый из них спрашивает, а нет ли у вас в роду немцев, которые попадали бы под закон о поздних переселенцах. Ты говоришь нет, они говорят, ох, как жаль. И, естественно, ты задаешься вопросом, а что это за люди. И потом, когда мы переехали в Германию, в силу отсутствия немецкого языка, я бы сказала, даже не отсутствия совсем, а недостаточного уровня языка, сильно сразу с немцами не разнакомишься и не разобщаешься, конечно, английский помогает, но все же. Мы попали в ситуацию, когда здесь, в Германии, стали общаться с людьми, которые говорят по-русски. И почти все из них рассказывали, что они переехали сюда по программе поздних переселенцев. И уже совсем значительно, скажем, меньшая часть, потому что вышли замуж здесь, женились, то есть нашли свою вторую половинку, либо переехали сюда учиться, работать или по каким-то студенческим программам. Дальше следует вторая часть аудитории, которая обладает полярными знаниями относительно первой части нашей аудитории, в силу того, что сами являются поздними переселенцами. Проделали весь путь до получения этого статуса уже здесь, в Германии, и на практике овладели всей информацией. И, наконец, третья часть нашей сегодняшней аудитории. Это такая себе сборная соляночка. Ну, чтобы не делить более детально и не запутаться. А, во-первых, это люди, которые что-то где-то немножечко слышали. Все-таки о поздних переселенцах, может быть, чуть-чуть знают их историю, но их этот вопрос интересует постольку поскольку, потому что сами они не являются поздними переселенцами. А вот вторая часть этой сборной соляночки, это самая интересная категория. Это люди, которые интересуются непраздно, потому что сами могут являться поздними переселенцами, но точно не знают, могут ли они получить этот статус, имеют ли они на это право или нет. Почему я их отнесла в солянку, скажем так, потому что принцип тот же. Они тоже не все об этом знают, но все-таки их интерес как бы с более повышенным градусом, да, потому что это касается их конкретно. Прямо с них и начнем. Перелопатив море информации в интернете, я наткнулась на хороший и, что немаловажно, до сих пор действующий форум, потому что он какого-то, дата образования какого-то 14 или 15 года. Вот, но там постоянно идут сообщения, видно, что форум активный, люди задают вопросы и им тут же администрация отвечает. И самое главное, что там есть, это тест, составленный организаторами этого форума, пройдя который, у вас уж точно останется минимум вопросов по поводу того, имеете ли вы право на получение статуса ПП или нет. И каковы ваши шансы на этот процесс. Ссылочку на форум я, конечно же, оставлю в описании под видео. Так кто же такие поздние переселенцы? Википедия или Википедия? Нет, все же правильно Википедия. Я специально искала, как правильно поставить ударение. Так вот, она объясняет сначала, что это люди, которые попадают под действие соответствующего закона. Ну, эта информация только вызывает больше вопросов. Но потом все-таки дается определение, что лица, находящиеся на территории вот этих стран, список которых вы сейчас видите на экране, пока вы читаете, я немножечко вам объясню. Так вот, эти люди должны были подвергаться какому-либо унижению именно по их немецкой этнической принадлежности или пострадать от предыдущих ущемлений или их последствий. Среди других всем известных названий в этом списке значится мало кому знакомое слово Дантик. Ну, если о том, что этот город переименован в Гданск и сейчас принадлежит Польше, можно или догадаться, или знать, то о том, почему эта территория внесена в этот список как отдельная, если в этом списке уже есть Польша, думаю, знает мало кто. Итак, Дантик. Это территория, которая между двумя мировыми войнами не принадлежала ни Польше, ни Германии. Состояла из, собственно, города Дантика и еще 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. Подчинялась эта территория Лиге наций, они управляли там, а состояла она в таможенном союзе с Польшей. Большинство населения были немцами. В рамках Второй мировой войны, и как только германские войска вошли на эту территорию, они сразу же провозгласили ее, конечно же, немецкой. Но 30 марта 1945 года, когда Красная армия уже эту территорию освобождала, конечно же, город был передан Польше, назван Гданьском, и дальше уже все все знают об этом. До 2015 года общее количество поздних переселенцев из всех стран составило примерно 4,5 миллиона здесь, на территории Германии. Из них 2,4 миллиона с территории бывшего СССР и 1,4 миллиона примерно с территории Польши. Остальные цифры менее значительны. Полную таблицу при желании вы найдете по ссылке в описании под видео. К чему был весь этот рассказ? Да просто к тому, чтобы донести до вас и в этом процессе узнать самой, что поздние переселенцы – это не просто люди с немецкими корнями с постсоветского пространства, как я раньше думала. А они должны были подвергаться любого рода насилию по национальному признаку, обязательно по национальному, да, и далеко не только на территории СССР. Как вы видели, в списке есть даже Китай. Переселенцы продолжают и сейчас переселяться, и те, кому нужна реальная помощь, найдут в описании под видео ссылочку на группу ВКонтакте, где прямо выкладываются скрины документов, конечно же, без фамилий. Фамилии оттуда удалены. Вот, но по этим скринам можно понять, как продвигается дело у того или иного человека, который подал заявку на получение так называемого статуса ПП. Ну, я надеюсь, что эти люди реально помогают. В нашем с вами 2020 году всем известный вирус спутал планы всех людей, и поздние переселенцы, как вы понимаете, не являются исключением. Еще в июне особый уполномоченный по делам переселенцев из стран бывшего Советского Союза на своей страничке в Фейсбуке Бернт Фабрицу сообщил, что все переселенцы должны либо по прибытии в Германию, либо проходить карантин, процедуру карантина двухнедельного, их расселяют по отелями квартир, как там указано, либо они должны еще дома были пройти тест и привести с собой документ об отрицательном результате этого теста. Я хочу высказать свою точку зрения и немного помочь тем, кто пока что является только потенциальными переселенцами. Здесь учиться никогда не поздно, можно постоянно менять профиль или просто повышать свою квалификацию настолько, насколько ты хочешь и тогда, когда ты хочешь. Из этого всего списка вот этих помощей всяких разных, если так можно сказать, конечно, нельзя, но ничего, я уже сказала. Вот, получаем только детские деньги, за которые очень благодарны и больше мы ничего не хотим. Хотя я не собираюсь ничего идеализировать, я тоже не могу согласиться с тем, что я постоянно слышу, как все плохо, все вот здесь сидят и постоянно жалуются. На сегодня мы с вами будем прощаться. Эту тему поздних переселенцев мы продолжим во второй части этого же выпуска, который выйдет немножечко позже на нашем канале. Very, даже очень well. Так что я, Алла Франко, прощаюсь с вами. Пока-пока.